Задача Савченко, номер 4-6-16. Задача Савченко, номер 4-16. Задача Савченко, номер 4-16. И поскольку жидкость не смачивает пластины, то здесь мы наблюдаем то, что называется капиллярной депрессией. Между пластинами уровень жидкости ниже, чем за пределами пластин. Известно, что пластины квадратные со стороной А. Жидкость имеет плотность Ро. Расстояние между пластинами Дельта. И поверхностное натяжение жидкости Сигма. Нужно найти, с какой силой пластины притягиваются друг к другу. Ф. Почему пластины притягиваются друг к другу? Дело в том, что в пространстве между пластинами давление атмосферное. Вот здесь атмосферное давление. А с этой стороны к атмосферному давлению прибавляется еще гидростатическое давление, которое нарастает с ростом глубины. Например, вот на этом уровне, обозначим это через H, глубину, величину капиллярной депрессии. На этом уровне внутри жидкости, а значит и с этой стороны, давление у нас будет P атмосферное плюс гидростатическое давление РОЖН. С ростом глубины это давление растет. Здесь оно поменьше, а чем глубже, тем оно больше. И максимального значения она достигает вот здесь. Поскольку это давление меняется по линейному закону с H, то мы можем заменить это давление средним значением давления. А сила, обусловленная разностью давлений, будет равна среднему значению давления здесь, минус давление атмосферное с этой стороны, разность давлений, умножить на площадь, по которой вот эта поверхность, площади вот этого слоя жидкости. Давайте его покажем. Вот пластины. Допустим, вот это край пластин. Вот это расстояние у нас по условию задачи известно. Пластина квадратная, значит вот это А. И площадь контакта вот этого, вот этой жидкости, вот она S, может быть посчитана по формуле H умножить на А. Площадь контакта S равняется H умножить на А. Теперь среднее значение давления с этой стороны, P среднее, равняется P атмосферное плюс среднее арифметическое значение давления наверху и внизу. Внизу ρgh, вверху 0, и поэтому мы можем написать 1, 2, ρgh. А с этой стороны давление постоянное и равно атмосферному. Следовательно, разность давлений ΔP равняется. От этой величины надо отнять атмосферное давление 1, 2, ρgh. И теперь умножаем на площадь, по которой производится это давление. И у нас тогда получится сила F равняется H на А и умножить на вот эту величину. Значит, F равняется ΔP, умноженное на S. Подставляем S отсюда, ΔP отсюда, и получаем сила равняется 1, 2, ρgh, A. И здесь одна степень H, здесь вторая степень H, квадрат. Вот с какой силой жидкость давит с этой стороны. С такой же силой жидкость давит с этой стороны. Это и есть искомая сила, с которой пластины притягиваются друг к другу. Первая часть задачи решена. Теперь нам нужно найти глубину капиллярной депрессии. Это можно сделать разными способами, в зависимости от того, знаем ли мы, что такое давление Лапласа или нет. В обычной школе, по обычной школьной программе этот материал не проходится, поэтому попробуем обойтись без него. Итак, мы хотим найти H. Первый способ. Почему жидкость опустилась? Потому что она не смачивает поверхность пленки. Значит, вот здесь, на этой границе, на жидкость действует сила поверхностного натяжения. Она распределена вот таким образом. Часть здесь, часть здесь. И если вспомнить, что это вся картина пространственная, то есть вот тут есть граница жидкости со стеклом, и здесь есть граница жидкости со стеклом, то эта сила вот так распределена. С этой стороны есть такая сила, и с этой стороны есть такая сила. Она направлена вниз. Назовем ее силой поверхностного натяжения. f поверхностная равняется коэффициенту поверхностного натяжения σ умножить на длину границы жидкости. Она равна А с этой стороны и А с этой стороны. Значит умножить на 2А. Это с одной стороны. С другой стороны, этой силе противостоит сила давления жидкости снизу. Это гидростатическое давление. f давление равняется гидростатическому давлению p умножить на площадь, по которому это давление распределено. А это площадь, площадь прямоугольника, у которого одна сторона А, вот прямоугольник тут он, А площадь. А вторая сторона, это расстояние между пластинами дельта. А на дельта. Давление p, это давление вот это. Но уже мы можем атмосферное отбросить, потому что и с этой стороны атмосферное, и с этой стороны атмосферное. Сразу напишем, f давление равняется ρgh давление умножить на площадь А дельта. В условии равновесия, в равновесии, сила поверхностного натяжения уравновешена силой давления жидкости. Значит, в равновесии сила давления равняется силе поверхностного натяжения. И тогда мы можем записать с одной стороны p А дельта, то есть вот ρgh А дельта, с одной стороны. С другой стороны 2сгма А равняется 2сгма А. А у нас сократится, и отсюда мы можем найти h. Значит, h у нас получается 2сгма делить на ρg дельта. 2сгма делить на ρg дельта. Вот. Это первый способ, который можно вычислить глубину h, величину капиллярной депрессии. Второй способ основан на том, что поверхность вот этого мениска можно считать цилиндрической. Второй способ. Это цилиндрическая поверхность. По цилиндрической поверхностью давление снизу больше, снизу, то есть там, где находится центр кривизны, больше, чем давление сверху на величину лапласового давления. Величина лапласового давления для цилиндрической поверхности равняется σгма делить на r, где r – это радиус вот этого мениска r. r равняется дельта пополам, откуда p лапласового давления равняется 2сгма делить на дельта. Итак, здесь давление больше атмосферного на величину лапласового давления. Но с другой стороны, на этой же глубине давление больше атмосферного на величину гидростатического давления. Значит, условие равновесия будет таким. Лапласовое давление равно гидростатическому. Условие равновесия. p лапласа равняется гидростатическому давлению ρgh. приравнивая их, мы записываем 2сгма делить на дельта равняется ρgh, откуда мы получаем точно такую же формулу 2сгма делить на ρg дельта. Итак, мы нашли глубину, на которую опускается жидкость между пластинами. Остается подставить эту величину в формулу для силы, с которой притягиваются пластины. Вот сюда у нас получится сила f равняется 1,2 ρgh на h квадрат 4сгма квадрат разделить на ρ квадрат g квадрат дельта квадрат. У нас сокращается одна степень ρ, одна степень g, здесь у нас сокращается тоже, двойка остается. И окончательно мы получим сила, с которой эти пластины притягиваются друг к другу, равна 2сгма квадрат а разделить на ρg дельта квадрат. Понятно, что эта сила должна быть прямо пропорционально стороне квадрата, потому что прямо пропорционально стороне квадрата длина границы свободной поверхности жидкости. Интересно то, что эта сила обратно пропорциональна квадрату расстояния между пластинами. То есть если мы эти две пластины сблизим на вдвое меньшее расстояние, то сила, с которой они притягиваются, увеличивается в 4 раза. Это связано с тем, что с уменьшением расстояния между пластинами увеличивается глубина капиллярной депрессии. Итак, задача решена.